О задачах пролетариата в данной революции Полное собрание сочинений, издание 5, том 31, страницы со 113 по 118 Статья о задачах пролетариата в данной революции, опубликованная в «Правде» номер 26 от 7 апреля 1917 года за подписью Н. Ленин, содержит знаменитые апрельские тезисы Ленина, которые, по-видимому, были написаны им в поезде накануне прибытия в Петроград. Ленин прочитал тезисы на двух собраниях 4-17 апреля На собрании большевиков и на объединенном собрании большевиков и меньшевиков, делегатов Всероссийского совещания Советов Рабочих и Солдатских Депутатов в помещении Таврического Дворца. Во время премии Ленин передал тезисы одному из членов редакции «Правды» С настоятельной просьбой напечатать их на следующий день и полностью Однако вследствие поломки машины в типографии тезисы были напечатаны не 5-го, а 7-го апреля О чем редакция «Правды» предупредила читателей в номере 25-м «Правды» от 6-го апреля Статья была перепечатана газетами «Социал-демократ», «Москва», «Пролетарий», «Харьков», «Красноярский рабочий», «Вперед», «Уфа», «Бакинский рабочий», «Кавказский рабочий», «Тифлис» и другими. Приехав только 3-го апреля ночью в Петроград Я мог, конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности Выступить на собрании 4-го апреля с докладом о задачах революционного пролетариата Единственное, что я мог сделать для облегчения работы себе и добросовестным оппонентам Было изготовление письменных тезисов Я прочел их и передал их текст товарищу Церетели Читал я их очень медленно и дважды Сначала на собрании большевиков, потом на собрании и большевиков, и меньшевиков Церетели 1882-1959 годы Один из лидеров меньшевизма В годы реакции нового революционного подъема ликвидатор Во время мировой империалистической войны центрист После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года Член исполкома Петроградского совета Оборонец В мае 1917 года вошел в буржуазное временное правительство В качестве министра почты телеграфов После июльских событий министр внутренних дел Один из вдохновителей погромной травли большевиков После октябрьской социалистической революции Церетели был одним из руководителей контрреволюционного меньшевистского правительства Грузии После победы советской власти в Грузии Белый эмигрант Печатаю эти мои личные тезисы Снабженные лишь самыми краткими пояснительными примечаниями Которые гораздо подробнее были развиты в докладе Тезисы Первое В нашем отношении к войне Которая со стороны России И при новом правительстве Львова и Компании Безусловно остается грабительской, империалистской войной В силу капиталистического характера этого правительства Недопустимы ни малейшие уступки революционному оборончеству На революционную войну Действительно оправдывающую революционное оборончество Сознательный пролетариат может дать свое согласие Лишь при условии А. Перехода власти в руки пролетариата И примыкающих к нему беднейших частей крестьянства Б. При отказе от всех аннексий на деле, а не на словах В. При полном разрыве на деле со всеми интересами капитала Страница 114 Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества Признающих войну только по необходимости, а не ради завоеваний Ввиду их обмана буржуазии Надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо Разъяснять им их ошибку Разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной Доказывать, что кончить войну истинно демократическим Ненасильническим миром Нельзя без свержения капитала Организация самой широкой пропаганды этого взгляда в действующей армии Братанье Второе Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата Ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства Этот переход характеризуется, с одной стороны, максимумом легальности Россия сейчас самая свободная страна в мире из всех воюющих стран С другой стороны, отсутствием насилия над массами и, наконец, доверчиво бессознательным отношением их к правительству капиталистов, худших врагов мира и социализма Это своеобразие требует от нас умения приспособиться к особым условиям партийной работы в среде неслыханно широких, только что проснувшихся к политической жизни масс пролетариата Третье Никакой поддержки временному правительству Разъяснение полной лживости всех его обещаний, особенно относительно отказа от аннексий Разоблачение вместо недопустимого, сеющего иллюзии требования, чтобы это правительство, правительство капиталистов, перестало быть империалистским Четвертое Признание факта, что в большинстве советов рабочих депутатов Наша партия в меньшинстве И пока в слабом меньшинстве Перед блоком всех мелкобуржуазных оппортунистических, поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние на пролетариат Элементов от народных социалистов, социалистов-революционеров до ОК, Чхеидзе, Церетели и прочих, Стеклова и прочих, и прочих Стеклов 1873-1941 годы Профессиональный революционер в социал-демократическом движении участвовал с 1893 года После второго съезда РСДРП примыкал к большевикам В годы реакции и нового революционного подъема Сотрудничал в центральном органе РСДРП газете «Социал-демократ» В большевистских газетах «Звезда» и «Правда» После февральской буржуазно-демократической революции 1917 года Стоял на позициях революционного оборончества Позднее перешел к большевикам После Октябрьской социалистической революции Член в ЦИК и ЦИК Редактор газеты «Известия» в ЦИК Журнала «Советское строительство» С 1929 года Заместитель председателя ученого комитета при ЦИК СССР Автор ряда трудов по истории революционного движения Страница 115 Разъяснение массам, что СРД Есть единственно возможная форма революционного правительства И что поэтому нашей задачей, пока это правительство поддается влиянию буржуазии, Может явиться лишь терпеливое, систематическое, настойчивое, приспособляющееся особенно к практическим потребностям масс, Разъяснение ошибок их тактики Пока мы в меньшинстве, мы ведем работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Советам рабочих депутатов, чтобы массы опытом избавились от своих ошибок Пятое Непарламентарная республика Возвращение к ней от СРД было бы шагом назад А республика Советов рабочих, батратских и крестьянских депутатов по всей стране снизу доверху Устранение полиции, армии, чиновничества То есть замена постоянной армии всеобщим вооружением народа Плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего Шестое В аграрной программе перенесение центра тяжести на советы батратских депутатов Конфискация всех помещичьих земель Национализация всех земель в стране Распоряжение землей местными советами батратских и крестьянских депутатов Выделение Советов депутатов от беднейших крестьян Создание из каждого крупного имения в размере около 110 до 300 по местным и прочим условиям и по определению местных учреждений Образцового хозяйства под контролем батратских депутатов и на общественный счет Седьмое Слияние немедленное всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны СРД Страница Сто шестнадцатая Восьмое Не введение социализма, как наша непосредственная задача А переход тотчас лишь контролю со стороны СРД за общественным производством и распределением продуктов Девятое Партийные задачи А. Немедленный съезд партии Б. Переменно программы партии Главное, первое, об империализме и империалистской войне Второе, об отношении к государству и наше требование государства коммуны То есть такого государства, прообраз которого дала парижская коммуна Третье Исправление отсталой программы минимум В. Перемена названия партии Вместо социал-демократии, официальные вожди, которые во всем мире предали социализм, перейдя к буржуазии, оборонцы и колеблющиеся каутскианцы, надо назваться коммунистической партией Десятое Обновление интернационала Инициатива создания революционного интернационала Интернационала против социал-шовинистов и против центра Центром называется в международной социал-демократии течение, колеблющееся между шовинистами, равно оборонцами, и интернационалистами Именно Каутский и компания в Германии Лонге и компания во Франции Чхидзе и компания в России Турати и компания в Италии Макдональд и компания в Англии И так далее Турати Филиппо 1857-1932 годы Деятель итальянского рабочего движения Один из организаторов итальянской социалистической партии 1892 год Лидер ее правого реформистского крыла В 1896 году был избран в парламент, где возглавил группу социалистов-реформистов В период мировой империалистической войны стоял на центристских позициях К Октябрьской социалистической революции отнесся враждебно После раскола итальянской социалистической партии 1922 год Возглавил реформистскую унитарную социалистическую партию В 1926 году эмигрировал из фашистской Италии во Францию Чтобы читатель понял, почему мне пришлось подчеркнуть особо Как редкое исключение случаи добросовестных оппонентов Приглашаю сравнить с этими тезисами Следующее возражение господина Гольденберга «Лениным водружено знамя гражданской войны в среде революционной демократии» Цитировано в «Единстве» господина Плеханова номер пятый Не правда ли, Перл? Гольденберг, 1873-1922 годы, социал-демократ Во время революции 1905-1907 годов Входил в состав редакции большевистских изданий Участвовал в работе пятого лондонского съезда РСДРП На котором был избран от большевиков члены ЦК В 1910 году входил в состав русского бюро ЦК Проявлял примиренческие колебания по отношению к ликвидаторам Во время мировой империалистической войны был оборонцем, сторонником Плеханова В 1917-1919 годах примыкал к группе «Новая жизнь» В 1920 году был вновь принят в партию большевиков Единство Газета, орган крайне правой группы меньшевиков-оборонцев Во главе с Плехановым Издавалась в Петрограде В мае-июне 1914 года вышло 4 номера С марта по ноябрь 1917 года издавалась ежедневно С декабря 1917 по январь 1918 года выходило под названием «Наше единство» В редакцию газеты входили Акселерот, Ортодокс, Олексинский, Васильев, Дейч, Засулич и Орданский, Плеханов Выступая за поддержку временного правительства, за коалицию с буржуазией За твердую власть, единство боролось против большевиков, прибегая нередко к приемам бульварной прессы Ленин отмечал, что поведение единства Есть пособничество темным силам, грозящим насилием, погромом, бомбой И называл газету бранчливым изданием Смотри настоящий том, страницы 229 и 307 Октябрьскую революцию и установление советской власти встретила враждебно Я пишу, читаю, разжевываю Ввиду несомненной добросовестности широких слоев массовых представителей революционного оборончества Ввиду их обмана буржуазии Надо особенно обстоятельно, настойчиво, терпеливо разъяснять им их ошибку Страница 117 А господа из буржуазии, называющие себя социал-демократами Не принадлежащие ни к широким слоям, ни к массовым представителям оборончества С ясным лбом передают мои взгляды, излагают их так Водружено знамя гражданской войны О ней нет ни слова в тезисах, не было ни слова в докладе В среде революционной демократии Что это такое? Чем это отличается от погромной агитации? От русской воли? Русская воля Ежедневная буржуазная газета, основанная царским министром внутренних дел Протопоповым И существовавшая на средства крупных банков Выходила в Петрограде с декабря 1916 года После февральской буржуазно-демократической революции Вела клеветническую кампанию против большевиков Ленин называл ее одной из наиболее гнусных буржуазных газет Сочинение, четвертое издание, том 25, страница 276 Закрыто военно-революционным комитетом 25 октября 1917 года Я пишу, читаю, разжевываю Советы РД Есть единственно возможная форма революционного правительства И поэтому нашей задачей может явиться лишь терпеливая, систематическая, настойчивая Приспособляющаяся особенно к практическим потребностям масс Разъяснение ошибок их тактики А оппоненты известного сорта излагают мои взгляды Как призыв к гражданской войне в среде революционной демократии Я нападал на временное правительство за то, что оно не назначало ни скорого, ни вообще какого-либо срока созыва учредительного собрания, отделываясь посулами Я доказывал, что без советов рабочих и солдатских депутатов созыв учредительного собрания не обеспечен, успех его невозможен Мне приписывает взгляд, будто я против скорейшего созыва учредительного собрания Я бы назвал это бредовыми выражениями, если бы десятилетия политической борьбы не приучили меня смотреть на добросовестность оппонентов как на редкое исключение Господин Плеханов в своей газете назвал мою речь бредовой Очень хорошо, господин Плеханов Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели бред сотни слушателей? Далее Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению бреда? Не кругло, совсем не кругло у вас выходит Гораздо легче, конечно, кричать, брониться, вопить, чем попытаться рассказать, разъяснить, вспомнить Как рассуждали Маркс и Энгельс в 1871, 1872, 1875 годах Об опыте Парижской коммуны и о том, какое государство пролетариату нужно Смотри Маркс и Энгельс Предисловие к немецкому изданию манифеста Коммунистической партии 1872 года Карл Маркс Гражданская война во Франции Воззвание Генерального совета Международного товарищества рабочих Критика Готтской программы Фридрих Энгельс Письмо к Бебелю 18-28 марта 1875 года Маркс Письма к Кугельману От 12 и 17 апреля 1871 года Маркс и Энгельс Сочинение Второе издание Том 18 Страница 90 Том 17 Страница с 339 по 347 Том 19 Страница 5 И с 9 по 32 Избранные произведения в двух томах Том 2 1955 год Страница 343-344 Страница 118 Бывший марксист господин Плеханов Не желает, вероятно, вспоминать о марксизме Я цитировал слова Розы Люксембург Назвавшие 4 августа 1914 года Германскую социал-демократию смердящим трупом А господа Плехановы, Гольденберги и компания Обижаются за кого? За германских шовинистов, названных шовинистами Запутались бедные русские социал-шовинисты Социалисты на словах Шовинисты на деле Написано 4 и 5, 17 и 18 апреля 1917 года Напечатано 7 апреля 1917 года В газете «Правда» номер 26 Подпись Н. Ленин Печатается по тексту газеты Продолжение следует...